Сура 25. Развлечение. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного, Благословен Аллах, Который не спаслал развлечения, Коран, Который разделяет истину и ложь, Своему рабу Мухаммаду, Чтобы он, Мухаммад, стал для миров, для джинов и людей, Увещевателем, который предупреждает о том, Что неверующих и грешников постигнет наказание Аллаха, Которому принадлежит вся власть, Полное владение и управление над небесами и землей. И не брал он себе ребенка, И не было у него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь, без каких-либо изъянов, И размерил ее мерой, По своей мудрости придал каждому творению Свою соответствующую меру. «И взяли они, многобожники, себе вместо него ложных богов, Которые не творят ничего, И сами они сотворены, И многобожники, и божества. Они, божества, не владеют для самих себя ни вредом, Не могут удалить его от себя, Ни пользой, не принести себе пользу. И они, божества, не владеют ни смертью, Никого не могут убить, Ни жизнью, не могут даровать новую жизнь, Ни воскрешением, не могут воскресить умершего». И сказали те, которые стали неверующими. «Это Коран, только ложь, Которую он, Мухаммад, измыслил, И помогли ему в этом другие люди. Ведь они, неверующие, Сказав такое, совершили зло и ложь». И также сказали они, эти неверующие, о Коране. Выдуманные легенды древних народов. Он, Мухаммад, приказал записать их для себя, И читаются они ему утром и вечером. «Скажи, о посланник, этим неверующим, Ниспослал его Коран тот, Который знает тайное в небесах и на земле. Поистине он прощающий По отношению к тем, кто кается в своих грехах, И милосердны к ним, Так как не спешит с наказанием». И сказали они многобожники, Насмехаясь и с издевкой, «Что это за посланник, Имея в виду пророка Мухаммада, Раз он, как и мы же, Ест пищу и ходит по рынкам, Чтобы купить еду? Почему не был неспослан Аллахом К нему ангел, Который подтвердил бы, Что он действительно посланник Аллаха, И был бы он ангел вместе с ним, С Мухаммадом, увещевателем? Или было бы брошено ему, Мухаммаду, с неба, Какое-нибудь сокровище, богатство? Или оказался бы у него большой сад, С которого бы он ел плоды? И сказали эти притеснители неверующие, Ведь вы, о верующие, Следуете только за околдованным человеком, Колдовство которого затмило его разум. Посмотри, о пророк, Как они, неверующие, На тебя приводят притчи, Говорят о тебе такую ложь, Которая по своей странности Подобна лишь притчам, И заблудились они, И не могут найти пути к истине. Благословен Аллах, Который, если пожелает, Устроит тебе, о посланник, Уже в этом мире лучшее, чем это, Чем то, что они просят у тебя, Земные сады, Где внизу по сторонам текут реки, И сделает тебе замки. Но Господь твой, о пророк, Желает дать тебе все это в вечной жизни. Но они считают ложью час, Наступление дня суда. А мы приготовили тем, Кто считает ложью час, Пламя. Когда в день суда увидит он, Огонь, их, Тех, которые не верили в день суда, Из далекого места, Издалека, Услышат они его ярость и рев, Гневный вой. А когда будут они брошены В одно из тесных мест его ада, Будучи скованными, Их руки будут прикованы к шеям, Они призовут там для себя гибель, Чтобы избавиться от ада. И будет им сказано, Не призывайте сегодня лишь одну гибель, Только один раз, А зовите много гибелей, Зовите много раз, Но это все равно не поможет вам Избавиться от наказания. Скажи им, о пророк, Это ли ад лучше или соотвечности, Который обещан остерегающимся Наказания Аллаха, Тем, которые исполняют его повеления И отстраняются от того, Что он запретил, И который будет для них воздаянием За их деяние И конечным возвращением. Для них, Для тех, Которые в земной жизни Были покорными Аллаху, Там в раю будет то, Что они пожелают, Вечно пребывая. Это вхождение в рай Для твоего Господа Является обещанием, О котором попросят его Рабы его. И в тот день, В день суда, Когда он, Аллах, Соберет их многобожников, И то, Чему они поклонялись Вместо Аллаха Их ложных богов, То скажет ложным богам, Вы ли ввели в заблуждение Рабов моих этих, Повелевая поклонение вам, Или сами они сбились с пути, Поклонялись вам По своей прихоти, Скажут они, Те, Которым поклонялись Вместо Аллаха, Преславен ты, О Аллах, Не подобало нам Брать вместо тебя Покровителей, Но ты наделил их, Этих многобожников, И их отцов-предков, Имуществом И благополучием В земной жизни, Так что они забыли Напоминание о тебе, И стали предавать тебе Сотоварищей, И были они людьми Обреченными На погибель. И будет сказано Многобожникам, Вот же они, Те, Которым вы поклонялись Вместо Аллаха, Назвали ложью То, что вы говорите. И вот теперь Вы не можете Не отвратить от себя Наказание, Не помочь самим себе. А кто из вас Совершал притеснение, Поклонялся кому-либо Кроме Аллаха И умер на этом, Тому дадим мы Вкусить великое наказание. И не посылали мы До тебя, О Мухаммад, Посланников, Которые бы не ели пищи И не ходили бы по рынкам. Все посланники Были людьми, А не ангелами. И сделали мы Одних из вас, О люди, Для других испытанием. Одних сделали Идущими Истинным путем, А других заблудшими. Одних сделали Богатыми, А других бедными. Одних сделали Здоровыми, А других больными. Будете ли вы Проявлять терпение И выполнять то, Что Аллах Менил вам В обязанность? И за что Затем получите Награду от Него? И ведь Господь Твой, О Пророк, Видит, Кто терпит И кто не терпит, Кто благодарит И кто является Неблагодарным. И сказали Те, Которые не надеются На встречу с нами, Те, Которые не верят В день суда. Если бы К нам были Неспосланы Ангелы, Которые сказали бы Нам, Что Мухаммад Говорит истину, Или же Если мы Своими глазами Увидели бы Нашего Господа, И Он сообщил бы Нам, Что Мухаммад На самом деле Является Его посланником. И возгордились Они, Эти многобожники, Собой, Посчитали себя Очень важными И приступили Своей этой речью Границу дозволенного Великим преступлением, Выйдя далеко За пределы. В тот день, Когда они Увидят Ангелов В день суда, Не будет Радостной вести В тот день Для бунтарей, Многобожников, И тогда Скажут они Ангелы, Аллах Всевышний Сделал для вас Рай Полностью Запретным, И приступим Мы к тем Из благих дел, Что они Многобожники Совершали, И обратим Это в прах Развеянный. Сделаем их Тщетными, Так как для того, Чтобы благодеяние Было принято, Необходимо, Чтобы оно Было совершено С верой Только ради Аллаха И в соответствии С его установлением. Обитатели Рая в тот день, В день суда, Будут лучше По местопребыванию И прекраснее По месту отдыха, Нежели Обитатели Ады. И в тот день, В день суда, Когда расколется небо И покроется облаками, И с неба Низведены будут Ангелы, Которые окружат Всех собравшихся Творений. Вся истинная Власть в тот день Будет принадлежать Только милостивому Аллаху. Ни у кого, Кроме него, В тот день Не будет власти. И будет это Тяжелым Для неверующих Днем, Из-за того Наказания, Которое падет На них. И в тот день, Когда притеснитель От сожаления Будет кусать Свои руки, Говоря, О, если бы я взял Вместе с посланником Путь, Который ведет в рай, Принял бы ислам. О, горе мне, Лучше бы я не брал Такого-то Неверующего Себе близким другом. Ведь он, Тот мой друг, Отвратил меня От напоминания Корана, После того, Как оно пришло ко мне. И ведь сатана Оставляет человека Без помощи. И сказал посланник, Жалуясь на свой народ. О, Господи, Поистине, Мой народ Оставил этот Коран, Отвернулся от него, Перестал размышлять Над его смыслом, Действовать по нему И доводить его До людей. И вот так, Как сделали тебе, О, Мухаммад, Врагов из числа Отъявленных Неверующих Из твоего народа. Мы сделали Для каждого пророка Врага Из числа бунтарей И из его народа. Поэтому проявляй терпение. И Господь твой Достаточен Как ведущий К истинному пути И как помощник Против твоих врагов. И сказали те, Которые стали неверными. О, если бы был Ниспослан ему, Мухаммаду, Коран за один раз, А не частями, Как были ниспосланы Тора, Псалтырь И Евангелие. Так Мы ниспослали Коран По частям, Для того, Чтобы укрепить им Таким ниспосланием Твое сердце, О, Пророк. И прочитали мы его По порядку. Аят за аятом. И как только Они, многобожники, Приводят тебе, О, Пророк, Какую-нибудь притчу, Мы приводим в ответ Истину. И еще лучше По разъяснению. Те, которые будут Собраны, Приволочены, Гиени на своих лицах, Такие окажутся В худшем месте. И такие являются Самыми заблудшими С пути. И я клянусь, Что уже даровали Мы пророку Мусе Писание, Тору, И сделали вместе с ним Его брата Харуна Помощником ему. И сказали мы Пророкам Мусе И Харуну, Идите оба к людям, Которые считают Ложью наше знамение, К фараону И его народу. И они пошли к ним, Чтобы призвать их К истинной вере И покорности Аллаху. Но они отвергли Их призыв. И мы уничтожили их, Фараона И его народ, Полностью. И народ Нуха, Когда они отвергли Посланников, Тот, кто не признал Одного посланника, Тот не признал Всех посланников. Мы потопили их И сделали их, Их наказание Для людей Знамением, Назиданием, И приготовили мы Для притеснителей Мучительное наказание В день суда. И также мы погубили Адитов, Которым был послан Пророк Худ, Самудян, Которым был послан Пророк Салих, И обитателей Араса, Колодца, И многие еще поколения, Которые были Помимо этого. И каждой из тех общин Мы приводили притчи, Разъясняли доводы И доказательства, Указывающие На правдивость Посланников. Но они не уверовали, И всех мы погубили Полностью. И ведь они, Мекканские многобожники, Во время торговых Поездок Проходили мимо Селения, На которое был Пролит дождь зла, Селение, Где жил пророк Лут, На которое Выпал каменный дождь. Разве они, Мекканские многобожники, Не видели его, То селение? Нет, Они не надеялись На воскрешение, Не верили в него. А когда они, Многобожники, Видят тебя, О пророк, Они принимают тебя, Лишь насмехаясь. Неужели же это тот, Кого Аллах Отправил к нам Посланникам? Он, Мухаммад, Был уже близок к тому, Чтобы своими Сильными доводами Сбить нас От наших богов, Если бы мы Не проявили терпение В поклонении им. И узнают они, Когда увидят Постигающее их наказание. Кто больше сбился С пути? Кто является Более заблудшим. Видел ли ты, О пророк, Того, Кто своим богом Сделал свою прихоть? Того, Кто подчиняется Своим прихотям И желаниям, Подобно тому, Как следует Подчиняться только Аллаху. Разве ты будешь Поручителем за него? Разве тебе поручено Сделать их верующими? Или ты, О Мухаммад, Думаешь, Что большинство Их, Этих многобожников, Слышит истину Или осознает ее? Ведь они В восприятии И осознании истины Лишь подобны скотам. И более того, Они еще больше Сбились с пути. Разве ты, О пророк, Не видишь, Как Господь твой Протянул тень С восхода солнца И до его захода? А если бы он пожелал, То непременно Сделал бы ее Тень неизменной. Затем мы сделали Солнце ее указателем. Потом мы сжимаем Ее тень К себе Медленным сжиманием. Чем выше Становится солнце, Тем короче Становится тень. И только он, Аллах, Тот, Который ночь Сделал для вас Одеянием, Который темнотой Своей покрывает Вас словно одежда, А сон Отдыхом, И сделал день Воскрешением. Если сон Подобен смерти, То день Подобен Воскрешению. И только он, Аллах, Тот, Который послал ветры, Несущие облака, Как радостную весть О том, Что будет дождь, Своему милосердию. И низвели мы С неба, С облаков, Чистую воду, Дождь, Чтобы нам Оживить ею Этой водой Безжизненную Засушливую местность, Выведя растения, И чтобы напоить ею Той водой Тех, Кого мы создали, Много скота И людей. И мы распределили Ее, Дождевую воду, Среди них, Чтобы они, Те, Которым выпал дождь, Вспоминали О благодеянии Аллаха, Оказанном им, И благодарили его, А те, Которым дождь не выпал, Чтобы устремились К Аллаху с покаянием, Но большинство людей Отказывается от всего, Кроме неверия И неблагодарности. А если бы мы желали, То в каждое селение Отправили бы увещевателя, Проповедника, Который призывал бы Их уверовать в Аллаха И предостерегал бы От наказания, Которое Аллах Уготовил для неверующих И грешников. Однако мы послали тебя, О Мухаммад, Посланником для всех людей На земле. И мы повелели тебе, Чтобы ты доводил до них Этот Коран. И не повинуйся же неверующим, Если они стараются, Чтобы ты пренебрег Хоть малой частью того, С чем Аллах послал тебя. И усердствуй в борьбе с ними, Против неверующих. При помощи этого, Корана, Великим усердием, Без ослабления и остановки. И только он, Аллах, Тот, который свел два моря, Это приятное, Пресное, Для питья. А то соль, Горькая для питья. И устроил между ними преграду И непреодолимое препятствие, Чтобы разные воды Не перемешивались. И только он, Аллах, Тот, который создал из воды, Из мужского и женского семени, Человека, И сделал ему родство По мужской линии И по женской. И ведь Господь твой всемогущий. И поклоняются они, Не верующие, Кроме Аллаха, Тому, Что им не помогает, Когда они ему поклоняются, И не вредит, Если они не поклоняются ему. И неверный является Против Господа Своего помощником, Который помогает сатане Своим многобожием И грехами. И мы послали тебя, О посланник, Только как вестника, Радующего подчинившихся Аллаху тем, Что он им обещает рай, И как увещевателя, Предостерегающего о том, Что неверующих и непокорных Постигнет наказание Аллаха. Скажи им, О пророк, Не прошу я у вас за это, За доведение истины от Аллаха, Никакой награды, Платы, А желаю я только того, Чтобы те, Которые желают Идти истинным путем, Взяли к своему Господу путь. И полагайся на наиживейшего, На Аллаха, Который никогда не умирает, И восславляй его, Вознося хвалу ему, И довольна его Аллаха, Как знающего грехи Своих рабов, Который создал небеса, Землю и то, Что между ними, Из небытия, По своей мудрости за шесть дней, Хотя он мог их сотворить И за один миг, Сказав, Будь. А затем утвердился, Возвысился, Как подобает только его величию, На троне, И он милостивый, Спроси, О пророк, О нем, Об Аллахе, О том, Какой он, И о том, Что он сотворил, Сведущего, Его самого. А когда говорят им, Неверующим, Подите ниц, Совершите земной поклон, Милостивому Аллаху, И служите ему, Они говорят, А мы не знаем, Кто такой милостивый, Разве мы станем поклоняться тому, Кому или чему, Ты, О Мухаммад, Нам велишь? И это, Призыв преклониться ниц перед Аллахом, Только увеличивает в них отвращение от веры. Благословен Аллах, Который устроил в небе созвездие, И устроил там светильник, Солнце, И сияющий месяц. И только он Аллах, Тот, Который сделал ночь и день чередой, Следующими друг за другом, Для тех, Кто желает внимать, Размышлять о том, Что этим управляет Создатель, И желает благодарить Аллаха За все данные им блага. А праведные рабы Милостивого Аллаха, Это те, Которые ходят по земле смиренно, Без высокомерия, И когда обращаются к ним С речью невежды, Желая причинить им страдания, Говорят они, Отвечая им, Мир. И праведные рабы Милостивого Аллаха, Это те, Которые проводят ночи Перед своим Господом, Преклоняясь ниц, И стоя, Совершая дополнительные молитвы. И они, Это те, Которые говорят, Обращаясь с мольбой к Аллаху, Господь наш, Отврати от нас Наказание гиены, Ада, Ведь наказание ею Неотвратимо от того, Кто попал в него навеки. Поистине, Она гиенна, Плоха, Как пребывание и место. И праведные рабы Милостивого Аллаха, Это те, Которые, Когда расходуют свои средства, Не расточительствуют, И не скупятся, А их расходование Является между этим ровным. И они, Это те, Которые не обращаются с мольбой, И не поклоняются Наряду с Аллахом Другому Богу, И не убивают душу, Которую Аллах запретил убивать. Иначе, Как только по праву, И не прелюбодействуют. А кто творит это, Тот встретит за это В вечной жизни воздаяние. Умножено будет ему наказание В день воскрешения. И будет пребывать он в нем Вечно униженным, Кроме тех, Кто обратился к Аллаху С искренним покаянием, И уверовал, И затем совершал праведные дела. То таким Аллах Заменит их плохие деяния На благие. И ведь Аллах прощающий По отношению к тем, Кто кается, И милосердный К своим рабам, Так как он призывает Их к покаянию. А кто обратится с покаянием К Аллаху И будет совершать праведное, То поистине Он обращается к Аллаху С правильным покаянием. Аллах примет его покаяние И простит ему его грехи. И праведные рабы Милостивого Аллаха Это те, Которые не присутствуют При лжи, Где говорят ложь, А когда проходят Мимо праздного, Пустых и бесполезных Разговоров и дел, То проходят с достоинством, Не останавливаются. И те, Которые, Когда им напоминаешь Знамения их Господа, Доводы Единобожии И аяты Корана, Не повергаются Ниц глухими И слепыми к ним. И праведные рабы Милостивого Аллаха Это те, Которые говорят, Обращаясь с мольбой К Аллаху. Господь наш, Дай нам от наших жен И потомства Прохладу глаз, Радость и успокоение, Таких, Которые только тебя Чтят Богом И которые покорны тебе, И сделай нас образцом Для остерегающихся Наказания Аллаха. Такие, Те рабы Милостивого Аллаха, Которым присущи Такие признаки, Будут вознаграждены Горницей, Высшими райскими Жилищами, За то, Что были терпеливы В исполнении того, Что повелел Аллах, И будут встречены Ангелами в ней, Приветствием И миром, Безопасностью, Вечно пребывая там. Как прекрасно это, Как место пребывания И обитель. Скажи, О Мухаммад, Тем многобожникам, Аллах не обратил бы На вас внимания, Если бы не ваша мольба, С которой вы Обращаетесь к нему. И вы, О неверующий, Отвергли его посланника, И теперь будет это Наказание. Для вас неизбежно, Наказание.